друзья всем привет я рад приветствовать вас на своем канале спасибо что смотрите спасибо что комментируете плохо что не шлете денег но в общем другой вопрос давайте все-таки сегодня поговорим про интересную тему которая называется gvt bearer авторизация мы сегодня будем делать на опять на чистом примере на чистом приложении платформы будет а испадут netcore и в общем-то я не использую в основном gvt вот эту bearer авторизацию я использую эти сервер но тем не менее для понимания как это работает было бы неплохо собственно грешу бы то ли принимали что такое токен как он из чего и как его можно сформировать и какую работу за вас каждый раз делает identity сервер прежде чем вы смогли бы допустим там выдать токены или проверить его ну и надо сказать что все предыдущие видео по этой теме они использовали не open os 2.0 авторизацию и поэтому мы сегодня как бы начинаем заново новую схему до которая open don't стандарт и в общем будем заниматься именно и ну и давайте приступим для этого сделаем следующее для этого давайте создадим снова новый проект и я снова покажу как его с нуля запустить и подготовить к работе опять же это будет а из пойдут нот давайте его назовем а у тори за и шум на этот раз он будет называться g 9 вот так вот брр пусть будет так и я вообще создам опять же он будет на основании чистого проекта я опять же проделайте сами манипуляции которые собственно говоря делал потому что ну вот так будет намного понятнее человек который смотрит видео самого начала и для этого я поставлю этот проект по умолчанию стартовым опять же сделаю настройки launch settings те которые подходят мне с я снова удалю здесь напишу что у меня будет launch home slash индекс но чтобы можно было каждый раз не переключаться на эту страницу и давайте посмотрим на стартапе давайте и снова удалим все и я имею ввиду про комментарии и вообще начнем с чистого листа готово и так для начала нам потребуется настроить маршруты давайте сразу это сделаем map что нам нужно нам потребуется в юшке или нет наверно потребуется мап дефолт в дроут давайте так вот сделаем и здесь нам нужно добавить сервисы с до контроллер свой пьюс но мы будем в юшке немножко использовать чтобы не знаю да давайте будем использовать и для начала давайте создадим снова папку не буду ничего копировать в этот раз давайте создадим папку теперь в этой папке создадим контроллер который называется home контроллер соответственно создадим его наследником от контроллера применим namespace и удалим ненужные namespace и давайте создадим первый метод который будет называться индекс пусть возвращает июю потом создадим и 2 создадим который будет называться секрет пусть называется метод и пусть он тоже возвращает вью но и раз у у нас есть вью теперь соответственно нужно создать папку в юс соответственно контроллер папку нужно создать home и давайте создадим индекс у нас есть си шарп х т м л запятая и я его скопирую control в и здесь допишу и здесь допишу учетом секрет отлично вот у нас два файла создались давайте здесь опять же создадим х 1 это у нас кто и и индекс мы будем знать что это не секьюрная страница и соответственно секрет так я наоборот его создал но ничего так тоже бывает секрет и здесь напишем все курит на секрет пейдж даже пейдж не будем делать вот так и теперь соответственно у нас есть возможность запустить и страницы индекс у нас образилась да давайте сделаем сразу ссылку чтобы ну в общем то не бегать туда-сюда сделаем давайте я вам покажу как сделать ссылку шард папки шар сделаем вот такой линкс си шарп х т мл и здесь создадим вот этот вот давайте так вот я сделаю здесь напишу хрев сп давайте просто напишем так вот хрев и здесь напишем слэш не нет мы здесь напишем слэш холм это у нас индекс и 2 сделаем но я так для простоты все курт лишний уберем вот а теперь собственно говоря вот здесь вот в индексе мы сделаем паршал но как ни крути все равно придется создать новый файл который давайте я вот так вот создам добавить новый айтем который называется razor imports в этом файле создадим айтем 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 хелпер запятая microsoft не давать из большой буквы написать напишем microsoft опять неправильно асп нет коры мвс тег хелперс и нажмем сохранить теперь соответственно у нас здесь давайте я на этом файле проверю появился паршал давайте откомпилируем но конечно их у меня должно быть много и где здесь что-то не так написал да конечно же наверное это должно быть вот так и здесь соответственно паршал у меня появился и я здесь хочу указать name давайте откомпилируем что-то не собирается проект build success microsoft это хелпер давайте здесь проверим асп контроллер ну вот теперь придется сделать правильно асп action будет индекс давайте давайте сотрем все лишнюю гадость напишем здесь индекс давайте control d сделаю это все таки удалю и здесь напишу все секрет и здесь пусть будет секрет секрет ну и теперь можно в каждом из файлей давайте я вот так вот сотру все и напишу все таки паршал здесь напишу name и пусть будет вот links и соответственно я скопирую эту штуку и вставлю еще и здесь давайте проверим да вот у меня секрет вот у меня индекс мы отлично ходим туда-сюда обратно отлично теперь давайте дальше следующим этапом нам нужно настроить авторизацию и аутентификацию я сейчас поставлю здесь атрибут авториз вот он авториз но он сейчас не сработает потому что мы еще не настроили саму систему так давайте всякий мусор отсюда уберем вот как вы помните между use routing и use endpoint надо еще поставить use authentication и ну давайте поставим use authorization для для того чтобы она была авторизация вот теперь мы практически уже все можем делать кроме того что нам нужно в сервисах зарегистрировать нужные сервисы да извиняюсь за каламбур и здесь мы как раз напишем use authentication и в общем то раньше мы писали здесь cookies потом писали еще всякие разные штуки теперь мы здесь напишем так вот аос или знаете давайте просто ставим а вас вот таким вот образом ну и в общем то что дальше теоретически мне естественно нужно добавить саму систему давайте запустим и проверим как это у нас работает на данный момент чтобы было понятно какие вы можете опять же встретить ошибки я перехожу на security я получаю информацию о том что если я добавил authentication нужно добавить еще какую-то схему схему я добавил но обработчиков никаких нет поэтому давайте добавим обработчиков в моем случае на данный момент будет add gvt bearer ну естественно у нас не установлен этот nugget package и давайте его тоже поставим я вот так вот скажу microsoft а вот у меня уже тут microsoft authentication только мы сделаем не facebook а gvt вот gvt bearer вот эту штуку мы поставим и ее будем использовать да хочу и готов чинка ну и в общем как вы понимаете здесь мне тоже указать нужно схему по умолчанию пусть она также называется оаус нет вот и теперь на самом деле как вы понимаете сюда есть еще некоторое количество параметров ну давайте посмотрим я добавил bearer а ну да я него не установил давайте config добавим вот таким вот образом пока мы ничего не будем конфигурировать просто добавим что он есть я сейчас снова запущу приложение снова перейду на секьюр на это и теперь мы видим что у нас ошибка уже совершенно другая была вот эта соответственно а теперь стала вот эта вот ошибка и как вы видите у нас ошибка опс еще раз прошу прощения та 401 то есть у нас авторизация сработала но мы собственно говоря не знаем что здесь толком то происходит давайте снова переключимся visual studio и уже на этот раз создадим еще один метод который будет называться нам нужен метод аутентификации да то есть мы должны как-то авторизовать пользователя пусть этот метод будет ау неправильно аутентикейт да вот так вот пусть он называется пусть он возвращает на данный момент пока view хотя это нам в принципе не принципиально опять же прошу прощения за каламбу ну и в общем что здесь нам дальше нужно будет сделать смотрите для начала нам нужно создать gvt токен нет смотрите давайте начнем с самого начала gvt токен он также использует клаймы давайте сначала создадим клаймы потом после того как мы клаймы создадим нам нужно эти клаймы запихнуть в токен токен у нас будет специальный класс на си шарпи который называется gvt секьюри токен и он собственно говоря делает то же самое что делает джейсон конверт по большому счету то есть он просто сериализует определенный набор данных ну и там сигнатуре есть несколько количество очень много в принципе сигнатур как конструкторов мы будем использовать одно ну и давайте приступим для начала мы создадим клаймы давайте пусть будет лист наверное какой будет лист хотя неважно что мы тут создадим клайм namespace добавили и давайте здесь какой нибудь нью клейм ну и на данный момент уже можно использовать gvt brr сейчас скажу как они называются не констант а регистрит клайм names вот смотрите и здесь у нас уже есть опять же некоторые перечисления они немножко совпадают могут не совпадать суть в том что если вы нажмете f12 у меня решарпер пытается его декомпилировать ну в общем если вы нажмете решарпер если нажмете f12 прошу прощения то можете увидеть список всех доступных клаймов и самое главное у вас будет доступна вот эта вот ссылочка да которая на самом деле показывает что внутри есть вот сейчас мы ее откроем вот смотрите то есть во первых есть описание да давайте покажу еще раз вот есть название конкретных клаймов да и собственно говоря есть описание что это за клейм обязательно не обязательно для чего он нужен что он делает я наконец-то прочитал и узнал что значит amr это оказывается authentication метод рефериенс ну и в общем здесь очень много полезной информации я настоятельно рекомендую использовать эту информацию в своих в своих работах с этим GVT токеном ну и я буду использовать смотрите для GVT главная штука есть sub ну то есть subject это обязательно и здесь мы теоретически должны указать имя пользователя пусть у нас пользователь будет ну пусть будет Аркадий да или как его написать пусть будет такой в общем здесь нужно тогда еще помимо имени можно указать еще давайте какой-нибудь клайм укажем ну опять же я буду использовать GVT registered claims ну пусть будет email да и давайте какой-нибудь сделаем аркадий допустим mail.com ну вот ком да пусть будет ком ну и раз у нас есть клеймы теперь нам нужно создать этот токен давайте создадим токен который мы будем я сначала хочу показать как отформируются ну а в принципе уже там можно использовать разные это будет new GVT сейчас вспомню GVT security токен и надо сказать что на самом деле существует много вариантов создать его собственно говоря мы будем использовать один из ну а все остальные ну используйте как будет домашним заданием и так смотрите нам нужен как вы видите issue нам нужен audience у нас есть уже клеймы и есть вот data time not before то есть с какого времени начинает действовать токен у нас есть информация о том когда он ой один момент когда он expired вот и есть некоторые signature credential ну и в общем давайте тогда начнем с самого начала я давайте создам какой-нибудь какой-нибудь класс в котором мы будем хранить константы constants да c-sharp и он у меня будет статичный и я буду здесь public конст стринг конст я буду хранить issue у меня issue будет ну давайте пока так control дм он должен скопироваться и здесь у меня будет ау audience и audience но так как они у меня собственно говоря равны давайте сделаем ну то есть audience чтобы посмотреть ссылку да на того кто это собственно говоря должен быть я вот так вот нажму чтобы было понятно и вы можете посмотреть здесь у меня сейчас здесь пять тысяч один дебаг вот он пять тысяч один но возможно у вас генерируется другой адрес в общем смотрите здесь и взять это можно отсюда так как у меня и issuer и audience они равны то есть один и тот же адрес то пусть у меня это будет именно таким образом и теперь тогда раз у меня здесь давайте вот так вот сделаем мне теперь первым делом нужно issuer добавить значит я скажу что у меня есть constants есть у меня здесь issuer ну или нету непонятно в какой constants я зашел f12 да в какой-то не тот констант я зашел я видимо не констант кон давайте к давайте правильно зовем кон нет кон стан с ну собственно говоря не важно как мы назовем у нас есть вот наш констант здесь у нас есть issue здесь мы назовем опять к констант наш надо же было так угадать audience соответственно сейчас мы добавили здесь у нас наши claims и дальше нам нужен что data time before давайте new data time нет давайте сделаем вот так немножечко напишем not before это что понятно было и о чем речь идет и сделаем давайте даже не today а now то есть текущий момент выдачи это действует и следующий там у нас экспорт давайте напишем экспорт date time now ну давайте допустим minutes и давайте ну пусть будет 60 минут то есть в течение часа будет действительно этот токен и сейчас давайте проверим что нам еще нужно саним кривеншал ну я давайте сделаю по-хитрому я нажимал вот так собственно греха чем и воспринимая вот в этом нет стоп варианте вы тоже можете скопировать чтобы в общем то не промахнуться с названиями так что то я его найти не могу может быть не нужно было копировать саним кривеншал вот нашел и здесь не нужен саним кривеншал ну давайте тогда сделаем так саним саним креденшал и я их сейчас создам и для этого мне нужно создать их вот по такому принципу но здесь опять начинаются некоторые проблемы так после саним креденшал с нам уже больше ничего не нужно это последнее что нам требуется чудно давайте тогда вот так вот уберем ну и в общем на саним креденшал тоже требует некоторые штуки security key и в общем алгоритм и еще всякие всякие там разные штуки которые нам тоже придется реализовать вот почему лучше использовать identity сервер который же все это реализует ну и давайте напишем key давайте напишем давайте вот так вот сделаем key давайте создадим теперь этот key key у нас будет создаваться смотрите их на самом деле очень много и я буду использовать сам ну это не то чтобы он сам простой я буду симметрики использовать и он требует сюда уже набор байт а еще у меня саним креденшал требует сюда алгоритм надо сказать что алгоритм security алгоритм можно выбрать из списка давайте я сразу выберу какой-нибудь ну их на самом деле очень много сам распространено вот этот вот я я его и выберу ну и теперь мне нужно сюда подставить key key это набор ключей давайте вот так вот я назову secret bytes и этот secret bytes мы теперь будем создавать итак это у меня набор ключей ой набор байт который мне нужно сформировать ну это можно сделать двумя способами во первых давайте перейдем в константы и здесь создадим какой-нибудь паблик конст ну в смысле константу типа стринг secret key допустим и назовем его вот таким вот даже образом this is secret и желательно чтобы строка была подлиннее key for какой-нибудь gvt token generation какой-нибудь ну вот вот так вот да то есть напоминаю что хранить его здесь не нужно это должен какой-нибудь хранилище секретное я для примера его поставлю здесь но вам я это настоятельно не рекомендую делать теперь у меня есть набор строк и в общем я могу использовать энкодинг чтобы вот этот вот набор строк через утф8 get bytes и собственно const const вот неудачно же назвал то но ладно const secret key и вот таким вот образом у меня появляется то что называется токен я создал токен опять же напоминаю смотрите есть большое количество параметров да ой не здесь извиняюсь вот здесь большое количество так называемых конструкторов да вот забыл которые вы можете использовать они все используют тот или иной способ в зависимости от того какую конструкцию какой принцип какой паттерн какой подход вы используете ну я вот взял такой подлиннее побольше паттернов и смотрите надо еще что сказать у нас вот здесь вот в security токен создается not before ой и nxparse но опять же нужно не нужно забывать что у нас есть как раз такие клеймы да которые мы можем как раз по такому же образу подобию называть смотрите у нас вот nbf если вы вспомните если если почитать инструкции nbf это not before да или допустим expared здесь вот этот expared есть то есть два варианта да создавать первый это прям в клаймы запихнуть непосредственно этот а можно через конструктор в общем как бы суть реально не педалит нужно просто понимать как это работает и вот пусть будет аркадий ладно вот теперь что у нас дальше смотрите у нас есть токен что же с ним дальше делать ну давайте для того чтобы нам им потом воспользоваться мы его просто отобразим ну допустим здесь во вьюшке var value какой-нибудь будет равно new давайте это value на этой вьюшке вот так вот и отобразим ну теперь нам нужно это value получить ну в общем то это сделать достаточно просто security токен только мы теперь будем писать handler вот ну и здесь нам нужно сделать write токен тот самый который мы получили и ну давайте запустим проверим как-то работает вот я сейчас нажму ctrl f5 отлично нажимаем теперь на security и получаем в общем получаем то что получаем потому что мы должны были набрать authenticate вау ну и так как у нас нету view мы получили какую-то шнябы давайте немножечко поправим эту шнябу чтобы у нас было немножечко красиво ну для начала давайте создадим ctrl c c ctrl v и здесь нажмем вот такое вот копировать и здесь ставить название и здесь на view будем вот этот токен переводить ну конечно можно сделать проще ну я и ладно пусть будет так и добавлю еще одну ссылку которая будет на authenticate и опять же я здесь вставлю и теперь давайте еще раз запустим конечно же ничего не увидим потому что так я что-то видимо промахнулся хотя конечно вот я вижу здесь этот самый токен который сформировал все только я не понимаю что он говорит сейчас один момент ага authenticate accurate так она что не нашла before location not found а что not found а видим viewmodel ну конечно это было глупо с моей стороны никогда так не делайте давайте здесь сделаем ну давайте сделаем вот так пусть это будет не view а вот здесь сделаем view back токен по-красивому да пусть будет так опс и здесь тогда return опять же view все равно нам нужно сделать а на этом view давайте где это вот он это view ну здесь вот под линком покажем ну вот так вот при допустим да и здесь напишем view забыл как пишется view back . что там я назвал то как токен ну значит так и напишем токен нет большой буквы нужно написать и теперь снова можно запустить ну видимо нельзя что-то я совсем все лишнее постирал да вот теперь это должно сработать еще раз запускаем ну и вот появилась у нас вот этот самый токен он слитный в одну строчку не очень неудобно читать на самом деле ну ладно неважно суть в том что токен мы сгенерировали и теперь мы можем сделать следующее смотрите я сейчас его скопирую весь и перейду на gvt.io мы довольно часто пользуемся этим сайтом и вот что он может делать если мы сюда вставим то что мы сгенерировали то мы увидим как раз то что мы сгенерировали то есть мы увидим токен как вы видите первая часть до точки это хедер в котором написано какой алгоритм и какой тип токена используется вторая часть до второй точки это как раз payload data то есть то что мы в него зашили смотрите здесь та самая nbf то есть not before то есть до того как это было сделано exported через сколько он будет когда именно истекает как вы видите разница в один час шестнадцать семнадцать ну и в общем то тот самый issuer тот самый audience и в общем то есть еще одна секретная штука если мы ставим эту строчку и нажмем сгенерировать это мы это получается то есть именно вот этот вот verify signature то есть проверка сигнатур и вот как раз используется тот токен то есть проверяется на валидность этого как раз самого токена ну и в общем дальше что мы можем с этим сделать нам нужно теперь по этому токену авторизоваться давайте я сейчас так вот это все сверну и мы сделаем как раз ту самую авторизацию ну раз мы токен получили то есть какой то там нам ну понятное дело что вот в этом месте мы где то здесь должны сделать там найти пользователя да который как раз будет авторизоваться в базе данных там проверить его там я не знаю и н н н я не знаю если хотите там в общем здесь нужно проделать какую то работу определить его потом уже сделать все остальную работу по его аутентификации то есть генерирование токенов то есть генерирование клаймов для этого токена формирование ключей ну мне кажется такая вот ну именно поэтому я использую на самом деле identity сервер ну и раз у нас есть токен нам нужно с этим токеном попасть на эту страницу и что для этого нужно сделать ну давайте откроем программу которая называется Insomni на самом деле программ таких много и Postman ну вот мне нравится Insomni вы в принципе можете запустить и Postman итак у меня есть тестовый тестовый так сказать запрос мне нужно сделать сейчас во первых запустить да и я просто скопирую ссылку открою эту Insomni напишу сюда и мне здесь нужно только не индекс а секрет если вы помните я попытаюсь туда попасть и я получу 401 она вторая и теперь я сделаю здесь вот этот вот bearer токен я сейчас вернусь назад скопирую этот токен он же в течение часа же у меня должен быть рабочим и здесь теперь сделаю токен вставить и попробую выполнить еще раз запрос опять у меня на вторая конечно фигня получилась конечно у меня он просто не реализованные хендлеры для обработки этого самого токена и соответственно у меня сейчас нота вторая даже независимости от того правильно или неправильно я прививаю токен для того чтобы настроить обработку этого токена мы вернемся в стартап и здесь сейчас будем писать правильные вещи то есть для начала нам нужно хендлер да то есть у нас есть вот у нас есть токен валидейшн параметр с которой мы сейчас и будем создавать здесь указывается некоторое количество базовых основных да то есть без которых это не будет штука работать ну и первое если вы догадались то это будет валид и шер которого мы будем опять брать из файла кон с танц да 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 вот он этот и шер также нам нужен валид адиенс мы опять же возьмем из того же файла ну и в общем здесь нам нужно вот этот самый кей да получить нам вот этот вот кей который у нас был сгенерирован вот в этом месте ну давайте я проделал то же самое хотя это конечно можно вынести в отдельный сервис и в общем даже так это мы получили бай и ой я тут неправильно даже написал вот кейс ну и теперь если я запущу эту штук все и снова попробую ломануться уже с этим токеном как вы видите у меня все сработало я получил ту страницу то есть у меня секретная страница она вызывается вот с этим самым токеном ну что надо еще сказать если я изменил хотя бы одну да буковку этого токена давайте я вот так вот ru data вот у меня видно вот таким вот образом что это самое есть запрос ко мне приходит можно даже так сделать если я изменю хоть одну буковку допустим g большую на g маленькую токен станет невалидным как вы понимаете ну и в общем то это как раз и гарантирует вам что токен будет работать ну и что нужно еще сказать на самом деле наверное сказать нужно следующее у этого bear токена да то есть обработчика существует на самом деле дополнительные параметры которых их на самом деле много ну например у меня вот есть и токен давайте давайте я вот отсюда сотру ноутентификацию ну допустим я просто не хочу это делать и можно например токен передавать ну допустим вот здесь я вот таким вот образом его ставлю он у меня в памяти сейчас это конечно же не работает но для этого достаточно всего лишь написать пару строчек кода и это можно будет запустить ну сами понимаете что тут уже как бы вам нужно определиться что вам собственно нужно чтобы это реализовать и в общем то на примере того что написал через query это все реализовать это делается очень просто мы создаем gvt и в общем здесь нужно выбрать опять же смотрите здесь их на самом деле много и forbidden и он челлендж он и тишин в общем каждый из них отвечает за свое действие я буду я покажу как вот допустим тот вот этот вариант как я сделал обработать на основании вот этого т но это я бы сделал это вот таким вот образом да то есть у меня вот есть message здесь у нас это func значит контекст значит можно сделать вот так и написать контекст давайте напишем так ну во первых он возвращает у нас что task давайте сделаем return task completed вот и здесь напишем если допустим контекст реквест query контейнский который я назвал который назвал т если есть ключ который обозначается как то тогда мы сделаем следующим образом мы скажем контекст токен будет равен у нас ну то есть мы этот токен получим из сквери и собственно говоря и собственно говоря запихнем его в этот самый токен ну для этого нужно сделать реквест query здесь у нас теста и просто и вот как то вот так то есть если часто запущу это конечно же запустится и теперь попробую вызвать тот же самый токен ну как вы видите теперь это сработало через query ну наверное на этом все я думаю что следующее видео будет уже про иденти сервер если есть вопросы пишите будем разбираться ну и спасибо что комментируете всего доброго и до свидания до новых встреч и и и и и